Кристи Кострова Горничная для некроманта Глава первая Дородная блондинка вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью. Кажется, на работу ее не взяли. Или сама не пошла, уж больно лицо возмущенное. Я нервно облизнула губы, комкая подол платья. У меня есть шанс. Всевидящий, помоги. Поднявшись, постучала в дверь и услышала короткое «Войдите». Поверенный некроманта, представившийся мистером Джекинсом, оказался сухощавым, рожеволосым мужчиной лет тридцати восьми. Он смерил меня оценивающим взглядом и велел присаживаться на кушетку в углу. «Мисс Уилсон. Оливия Уилсон». Пересохшими губами ответила я. «Мисс Уилсон. Мастеру Ренфорду требуется горничная. Излучение магии смерти оказывают воздействие на окружающих, поэтому прежде чем мы начнем обсуждать с вами контракт, вас осмотрит маг-лекарь. Если у вас слабое здоровье, то с работой вы не справитесь». Подложечкой засосала от страха, но возразить я не осмелилась. «Совсем недавно я переболела, простудившись под дождем, и кашель еще не прошел». «Да, выгляжу я бледной и худой, но я сильнее, чем кажусь». «Говорят, некромант платит щедро, очень щедро. А мне срочно нужны деньги для Оливера и Аманды. На прошлой неделе им исполнилось по восемь лет, а это крайний срок для поступления во Флорианскую Академию Магии. Если они не начнут обучение, то их дар запечатают». У меня не было ни капли магических способностей. Но я знала, что это весьма болезненная процедура, накладывающая отпечаток на сознание человека. Да и что их ждет в ином случае? Работа в таверне и на посылках?» В кабинет вошел пожилой мужчина в круглых очках и старомодном костюме. Заметив меня, сжавшуюся на кушетке, он добродушно улыбнулся. «Не бойся, милая, больно не будет». Он запустил сканирующее заклинание, и меня окутало прохладой. В груди появилось легкое покалывание, постепенно сосредоточившееся в районе солнечного сплетения. Испугаться я не успела. Через несколько минут все закончилось. Мак-лекарь удовлетворенно кивнул и повернулся к мистеру Джекинсу. «Девочка истощена и ослаблена болезнью. Сытная еда и отдых, и она восстановит силы. В остальном она здорова, организм крепкий. Кстати, кашель я подлечил». Поверенный пожевал губами, с сомнением глядя на меня, но кивнул. «Что ж, прочтите договор. Устроят ли вас условия мастера Ренфорда?» Я облегченно выдохнула. Пересела за стол и взяла в руки листы контракта, еще пахнущие типографской краской. Поерзала на стуле и вчиталась в мелкие буковки. Мастер Ренфорд обязуется обеспечить достойные условия труда своей горничной. Для проживания ей предоставляется отдельная спальня с личной ванной. «Это просто здорово!» «Мы все втроем ютились в одной. После пожара восстановить дом так и не удалось, поэтому мы жили в крохотной комнатке рядом с кухней». Вздохнув, я накрутила на палец каштановый локон и вернулась к договору. В кабинете противно тикали часы, действуя на нервы. В обязанности горничной входит присмотр за домом. Уборка помещений, стирка, готовка, шитье. «Похоже, других слуг в доме Ренфорда нет. Наверное, все из-за пагубного воздействия магии смерти. Мне придется также замещать и прачку, и кухарку». Объемы работы меня не пугали, но ничего странного в договоре не нашлось. Джина, разносчица из таверны, в которой я мыла посуду, мне все уши прожужжало об ужасном некроманте, нанимающем девушек. «Неужели сплетни оказались просто сплетнями, и ему требуются лишь горничные? Ее жалование мне не поможет». В обязанности помощницы также входят услуги по нейтрализации воздействия магии смерти. Я закусила губу. Вот оно. Но что подразумевается под этой фразой? В таверне сплетничали, что некромант пускает девушкам кровь, восполняя таким образом силы. Я искоса взглянула на поверенного. «Может, спросить у него?» Поразмыслив, отказалась от этой мысли. «Работа мне нужна, и не стоит показывать свое беспокойство. О чем бы там ни говорилось, я справлюсь». Просмотрев остальные листы, наткнулась на заинтересовавший меня пункт. «Помощнице запрещено покидать дом мастера Ренфорда без разрешения до окончания срока контракта». Мысленно я застонала. Так вот, почему в городе ничего не слышали о девушках-некроманта. Но с чего такое требование? Перевернув последнюю страницу, я, наконец, обнаружила информацию о сумме жалования. Контракт заключается сроком на шесть месяцев. Жалование горничной за этот срок составит 120 золотых и выплачивается единовременно в первый день службы. Я потрясенно выдохнула и несколько раз моргнула, опасаясь, что слова мне померещились. Два семестра обучения в Академии для Оливера и Аманды стоили 100 золотых. «Если мне заплатят 120, то останутся деньги на новую одежду взамен того рванье, в котором они ходят. Может быть, мы сможем даже отремонтировать дом?» Заметив мою восторженную улыбку, мистер Джекинс поинтересовался. «Мисс Уилсон, вы ознакомились с условиями договора?» «Да, меня все устраивает». «Конечно, пункт про услуги по нейтрализации пугал, но мне нужно продержаться всего полгода». «Я приглашу сюда констебля. Он подтвердит, что на вас не оказано магического или физического воздействия». Через пару минут в кабинет вошел мужчина в форме, а я, задержав дыхание, размашисто расписалась в договоре. «Если бы отец дожил до этого момента, он бы собственноручно высек меня. Это же надо! Пойти в служанки к некроманту!» Чернила вспыхнули, а потом засветились ровным синим светом. Мистер Джекинс поднялся. «Мисс Уилсон, сейчас мы проедем в особняк, и я познакомлю вас с мастером Ренфордом. Если ваша кандидатура его устроит, то он тоже подпишет договор». Прямо сейчас в горле появился комок, и я всерьез осознала, что мой хозяин — некромант. Интересно, какой он? В нашу таверну регулярно захаживали воздушники и водники, но некроманты... Поверенный недовольно кашлянул, и я тут же соскочила со стула. Не хватало лишиться работы, еще не получив ее. Возле здания нас уже ждал извозчик. Откуда-то до меня донесся запах свежей выпечки, и живот заурчал. Пообедать мне не удалось. Отработав в таверне, я сразу помчалась с суда, едва услышав об объявлении. Вечером меня ждала вторая работа, но прежде нужно было приготовить ужин для брата и сестры. Забравшись в карету, я присела на краешек лавки. Джекинс устроился напротив. Его изучающий взгляд заставлял меня нервничать. Боится, что сбегу? Да я еще и задаток не получила. К тому же магический контракт не так-то просто игнорировать. Пусть Рэнфорд еще не поставил свою подпись, я уже была привязана к нему. Я посмотрела в окно. Мы миновали центр Лирана и въехали в богатый район. Красивые дома, ухоженные сады без единого желтого листика, словно сейчас не сентябрь. Неужели некромант живет здесь? Мои ожидания не оправдались. Поместья остались позади, а карета и не думала замедляться. Еще чуть-чуть, и мы окажемся за пределами города. А там и до Элирского поля рукой подать. Не хотелось бы жить рядом с местом, где во время последней магической войны было убито несколько тысяч людей. От нечего делать, принялась рассматривать поверенного. На его лице больше всего выделялись светло-серые колючие глаза и крючковатый нос. Губы были поджаты, словно мужчина чем-то недоволен. Проехав очередную рощу, мы остановились у мрачного особняка с огромными мраморными колоннами. Несмотря на его величественность, было видно, что он нуждается в ремонте. Некогда белый камень потемнел и местами осыпался. Окна давно следовало заменить. Я сглотнула. Неуютно. Стоило выйти из кареты, как у меня тут же перехватило дыхание. Воздух был тяжелым и обволакивающим. Вы уже чувствуете эманации магии смерти? Искосо взглянул на меня Джекинс. Я отрывисто кивнула. И вот здесь мне придется провести полгода? Вместе с поверенным мы двинулись по тропинке к дому. Вокруг царило запустение. Лужайка заросла бурьяном, кусты давно следовало подстричь, а от некогда разбитых клумб не осталось и следа. Этот некромант нисколько не похож на рачительного хозяина. Где-то за домом раздалось ржание лошади. Наверное, там находилась конюшня. Других пристроек видно не было. Когда мы вошли в особняк, дверь даже не была заперта. Я с облегчением отметила, что в холле худо-бедно порядок поддерживали. Да, паркет не был натерт до блеска, а на перилах причудливой лестницы лежала пыль. Дышалось здесь еще тяжелее, и мне почудился навязчивый запах свечей и мяты. Впрочем, кто знает, что используют для своих ритуалов некроманты. Наши шаги отдавались гулким эхом, и невольно я задрожала. Маги славились своим буйным характером. Каким будет мой хозяин? Джина говорила, что он почти не показывается в городе. Мы поднялись на второй этаж и уткнулись в массивную дубовую дверь. Поверенный коротко постучал и, не дожидаясь ответа, вошел, потянув меня за собой. Мы попали в обычный кабинет. Письменный стол, заваленный бумагами, шкаф с книгами и несколько стульев. Лицом к окну стоял мужчина, одетый в черную рубашку и черные же брюки, заправленные в сапоги. И я замерла, рассматривая его спину. Он был высок и широкоплеч, словно был не магом, а воином. Темные волосы до плеч были стянуты в хвост. Некромант обернулся, и я поежилась от его пристального взгляда. Черные глаза, нос с крохотной горбинкой, тяжелый подбородок и изогнутые в неприятной усмешке губы. На вид ему было около тридцати пяти. Последнее меня удивило. Я еще не встречала таких молодых мастеров. Гости в нашей таверне говорили, что получить этот ранг не так-то просто. Сообразив, что я беспардонно пялюсь на некроманта, поспешно опустила глаза в пол. Мужчина обратился к Джекинсу. Уилл, когда я просил тебя найти мне горничную, в каком месте, я сказал, едва живую девчонку. Она же от того и гляди в обморок свалится. Голос у него оказался хриплым и низким. Услышав его слова, я вскинулась и выпрямила спину. От удушливого воздуха накатило головокружение. Но я должна показать себя сильной. Ренфорд еще не подписал договор, и я могу лишиться работы. Даррен, эта девушка лучшая из всех, кто пришел. Твой порог, знаешь ли, не обивают желающие. Голос Джекинса буквально сочился ехидством, и я вжала голову в плечи, ожидая гнева некроманта. Но тот всего лишь хмыкнул и велел мне подойти. На слабеющих ногах я приблизилась к нему и замерла. Он внимательно рассматривал меня, не спеша говорить. Знаю, что он там увидел. Дешевое мятое платье и стоптанные туфли. Его присутствие подавляло. От откровенного раздевающего взгляда меня передернуло. Вдруг он приподнял мой подбородок и медленно погладил меня по щеке. Я вздрогнула, но не отодвинулась. Да мне и возможности такое не дали. «Слишком худая и слабая, зато молодая», — наконец сказал он. «Может, хоть пару месяцев продержится». Я с облегчением отошла назад, а по спине поползли мурашки страха. «Кажется, работа будет тяжелее, чем я полагала. Да и зачем было меня трогать? Неужели придется терпеть домогательство хозяина?» Джекинс поднес некроманту договор, и тот размашисто расписался. Стройки вспыхнули золотом, и листы растворились в воздухе. Контракт заключен и отправлен в ячейку в городском хранилище. «Дай мне руку», — приказал некромант. Нехотя протянула ему ладонь, и он прижал указательный палец к моему запястью. Кожу обожгла резкая боль, и я со свистом выпустила воздух сквозь зубы, едва удержавшись от крика. «Теперь на тебе моя метка», — кивнул мой хозяин. «Я почувствую, если тебе станет плохо, а моя магия будет к тебе дружелюбнее». Он отнял руку, и я обнаружила витиеватую руну, напоминающую свернувшуюся в клубок змею. Она едва заметно светилась фиолетовым, но больше не болела. Сознание прояснилось, и я ощутила, что воздух в доме изменился. Теперь мне не приходилось с трудом проталкивать его в легкие. Ренфорд вытащил из ящика стола чек, наскоро расписался и протянул мне. Я приняла его, все еще не верясь, что такое богатство заключается в обычном клочке бумаги. Ну и в моей метке. «Твоя комната последняя по коридору. Заселяйся, вечером расскажу подробнее о твоих обязанностях». Некромант отвернулся, возвращаясь к бумагам. «Что? Подождите!» — вырвалось у меня. «Я еще не закончила свои дела в городе, и мне нужно взять вещи». Он поморщился. «Не забывай о метке. К вечеру ты должна быть в особняке, иначе она причинит тебе боль». Под тяжелым взглядом некроманта я вжала голову в плечи. «Я вернусь». Мужчина не ответил, и Джекинс поманил меня за собой. По счастью, он не отпустил извозчика и сам ехал в город. В карете я обхватила себя за плечи, дрожа не то от холода, не то от пережитого страха. Этот Ренфорд не похож на доброго хозяина. А еще эти непонятные обязанности. Вряд ли он собирался показывать мне, как смахивать пыль. Словно воочию я увидела перед собой подозрительные строки про услуги по нейтрализации. Что за ними кроется? Джекинс вздохнул и достал плед из-под лавки. Набросив его на мои плечи, он сказал. «Даррен неплохой хозяин. Нужно только следовать его требованиям». Судя по взгляду поверенного, он уже сомневался в своем выборе. Усилием воли я заставила себя успокоиться. Мне надо продержаться полгода, а потом я вернусь домой и забуду все, как страшный сон. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди. Они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально. Особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.